Добрый день! Сегодня я хочу вам показать вам одно интересное растение, которое растет вот там вот за камнем. Сейчас мы его посмотрим. Вот оно. Вот тут спит наш кот. Итак, это растение называется афеопагон, афеопагон планикарпус. У него есть русское название, но оно столь страшное, что я не берусь его пересказать. Это растение напоминает траву, но никого отношения к траве не имеет. Это семейство аспарагусов. Это растение растет в Японии. И она вот прямо сейчас цветет такими вот достаточно миленькими, надо сказать, цветочками. Тесная ее особенность в том, что у нее листья очень черного цвета. Так они еще тут не самые черные, потому что вот видно, что растет у них новые листья, они зеленые. А со временем они становятся черные, причем очень черные, очень красивого такого черного цвета. Это растение, как правило, в Японии. Ее часто сажают в японских садах, там, где не растет мох. С этой целью он, собственно, и у меня стоит. Оно растет, как правило, в тени. Надо чувствоваться, что она весьма совсем в тени, мягко, потому что она растет под кустом. И солнце, потому что тут совсем нет. Оно распространяется корнями под землей. И расползается достаточно быстро. То есть вот это место, где сейчас растет все эти кусты. Это я их посадил лет так восемь-девять назад, горшок с этим растением. И, тесно, я ее не трогал, поскольку у меня некоторые кустики выкапывал, и оно вот потихоньку начало расползаться, расползаться, расползаться. В общем, оно расползлось гораздо дальше, чем я посадил, в разные стороны. И все больше пошло в тень. И в тени оно чувствует себя лучше всего. И, в принципе, оно тут где-то и на солнце тоже растет. Это подземные куни, которые достаточно далеко расходятся. Это где-то шестая зона. Вот у меня он зимует много лет. Потом он туризовался, можно сказать. И хорошо себя чувствует. А вот это другой сорт аферопогона. Называется, по-моему, аферопогон японский. Тот был аферопогон пакроникарпус, а этот аферопогон японский. Он ничем практически не отличается по характеру своей жизни. Но он зеленый. Он зеленый. То есть, он не чернеет. Цветет он точно такими строчками, если посмотреть. Видно, как они выглядят, но чуть-чуть позже. Может, просто тени растут. Он меньше раза в полтора и он чисто зеленый. То есть, он точно так же зеленый, но, по-моему, он чуть менее зимостойкий, чем черный. И он точно так же расползается потихоньку в разные стороны. А вот это огромная кочка аферопогона. Это тоже аферопогон. Японский, то есть, зеленый. Только, единственное, что он растет на одном месте без всяких изменений. Вот как я посадил ее 8 лет назад, так он и растет. То есть, это огромная такая кочка, где-то полметра. И такая вот, не знаю, как ее показать. Вот она какая. Смотри, как она растет. Такая вот получилась подушка. Причем интересно, что она, вот видите, у нее кочки листочков подсыхают. Потому что она растет на солнце. Ну, подсыхают, это они еще весной подсохли. И вот видно, что вот, вот как на нас 8 лет вот сейчас, зеленый, и вот как растет черн. То есть, черн, он расползается, гораздо активнее расползается. А этот, в общем-то, растет вот таким шариком. Вот у нас тут иностранное существо сидит. Что-то меня не смотрит. Так. Вот это, что, кстати, думаю, хватит профиапогона. Яoz infорачил эту чемпланом, наверно, в эту часть. Продолжение следует...